Ты кормить нас сегодня будешь? В решении у секретариата Ассоциации пролетарских музыкантов джаз-банды как агентов буржуазской культуры кормить не велено. Что ты сказал, гад? Кто агенты? Вы. Вот. Газеты читать надо. Шоу вежливых людей. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 манере, потому что гитара подразумевает собой такой романтический настрой, и поскольку романс, и так и более такое спокойное поздравление. У всех настроек на романтику. На любовь, на весну. Ну, а часто ли вы сталкивались с такими предложениями от физических частных лиц? Придите, пожалуйста, в подбалкон моей любимой девушке и сыграйте, исполните что-нибудь такое, чтобы она вышла за меня. Было, от юридических только. Серьезно. Но это давно было еще. Говорит, вы... Но это не к нашему, вот лично ко мне. Вы можете на платформу автомобиля внезапно выехать перед нашими девушками, борт будет открыт, шаландат, знаете, бревна возят, ставите аппаратуру, и там вдруг вы езжаете, играете Элвиса Пресли. И вы въехали и сыграли? Нет, я просто спросил, почему именно Элвиса Пресли? То есть только это вас удивило, да? Да, в этой статье. Ясно. Ну, настраиваемся, настраиваемся, и обсуждаем сегодня 8 марта, такие темы. Попробуем еще раз. Каждый год мы как бы к этому возвращаемся, к этому празднику, к его истокам, может быть. Вообще, что это, для чего это, для кого это? Давайте обратимся к статистике. Она не врет, говорят. Вот почему-то 40% россиянок в этом году, согласно соцопросу, не намерены отмещать Международный женский день 8 марта. Я вот не верю этой статистике. 40%, это еще много. А я вот слышу от девушек, что да нет, я не хочу, да ну зачем, это опять возиться, столы накрывать, и подарков я не хочу, и мне все лень. Девчонки, мне кажется, мы за зиму немножко законсервировались. Вот. Ваше отношение к празднику, Василиса, к 8 марта? Неожиданно. Оп. Да, это очень неожиданно. На самом деле, я люблю больше дарить подарки, чем их принимать. Ну, начинается, да. Да, 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 вот мне легче. Мне это доставляет больше радости, вот чем вот принимать подарки. Какой подарок запомнился в последнее время больше других? Ой, это очень сложный вопрос, мне нужно вспомнить, и... Тогда мы, Даша... Не обязательно на 8 марта? Вообще, да, в принципе. Даша, что ты думаешь об этом празднике? Почему его кто-то отмечает, а кто-то с таким нежеланием вообще... Не знаю. ...отрицает это все. Говорит, это вот для тех, как его раз в году поздравляют, а я хочу каждый день. Ну, я считаю, что женщин вообще каждый день нужно как-то баловать, поздравлять. То есть тоже против 8 марта, да? Нет, не то, что против, ну, как-то это... Так же, как и 23 февраля, только давайте в этот день мужчин поздравлять. Так же им дарить какие-то такие, ну, подарки. Хорошо, что рядом, да, можно... А, ты мне, вот. Да, кстати... Это как отдых, да, такой? Сейчас в интернете много всяких мемов, в том числе... Валера, я смотрю, что ты смотришь. Вот такой я нашел. Нет женщин, которые не любят цветов. Есть мужчины, которые так думают. Так что мотайте на ус, мужчины. Да. А давай-ка мы сейчас объявим о том, что у нас розыгрыш билетов сегодня. Конечно, пригласим наших радиослушателей к нам в эфир. Смотрите, мы сегодня разыгрываем билеты на спектакль «Ревизор», который состоится буквально сегодня в 19 часов в Псковском драматическом театре. Можно успеть, можно успеть выиграть, можно успеть билеты забрать. У нас на... На два лица. Да, на два лица. Спектакль номинирован на золотую маску. Это очень круто. Поэтому, пожалуйста... Он немножко скандальный даже. Немножко скандальный, если вы готовы к такому. Ну, вперёд. Почему бы и нет? Что для этого надо сделать? Я думаю, что нужно нам назвать кое-что, ответить на вопрос. На какой? Как ты считаешь, Валера? Да. Ну, как известно, что цветы – символ праздника, в частности, такие вот цветочки, как мимоза. Девчонки, любите такие? Или это уже устарело всё? Салат интереснее. Лучшие полевые цветы. Ясно, понятно. Но салат тоже такой есть. Где же их весной взять полевые цветы в марте? Захочешь, Валера, найдёшь, понимаешь? Только тепличные цветы. Ну, было бы желание. Тем не менее, в общем, мы так подумали и решили, что билеты на ревизор мы отдадим тому, кто вспомнит все ингредиенты салата мимоза. Ну, тоже, да, с цветами мы связали немножко. Огласи-то их нам в эфире и в правильном порядке, желательно. Ну, вот, если готовы к этому, уважаемые радиослушатели, давайте. Салат мимоза, называйте нам ингредиенты 62-80-30. Звоните. Да. Также в социальной сети ВКонтакте в группе «Радио Маяк Псков» мы проводим опрос, где спрашиваем у девушек, какой подарок они бы хотели получить на 8 марта. Девушки, голосуйте, этот опрос для вас. Так, Василиса и Даша, какой вы подарок хотели бы получить послезавтра? Тишина. Ничего. Ничего. Сромные девчонки. Ну, давайте я вам предоставлю выбор. Деньги, цветы, сладенькое, смартфон, романтический ужин, путешествие, творческий подарок. Еда. Деньги. Я просто поскромничала, думаю, может быть, в варианте там есть деньги, поэтому... Так а сколько денег-то? Сколько надо для счастья? Кубометров. Кубометров. Да. Ну, чтобы на платочках хватило, правильно, на ноготочки? Да нет, съездить куда-нибудь лучше, чтобы путешествовать. Даша, может, услышать. А пускай она усмотает. А он знает. Так, Валера, подожди, у нас же еще есть чудесные билеты. Да. На музыкальный коллектив «Дагамба». Филармония. Да, который прозвучит у нас в Пскове 8 марта, мы что-то вот совсем отвлеклись немножечко, и на «Дагамбу» мы отдадим два пригласительных тому, кто лучше, круче, веселее, поэтичнее, романтичнее поздравит нас, девчонок с вами, да, и всех наших радиослушателей с 8 марта. Какие-нибудь самые оригинальные формы приветствуются. И есть, да, звоночек. Уже есть звонок у нас, да. Добрый вечер, вы в эфире. Шум бездевых мужчин. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Так, что мы хотим выиграть? Билеты на «Дагамбу» или на «Ревизора»? На «Ревизора». На «Ревизора». Не, на второе. На «Дагамбу»? Да, да, да. Тогда творческое поздравление, очень оригинальное, нужно в эфире. Может быть, вы еще подумаете немножечко, подготовитесь? Или так сходу скажете нам что-нибудь? Просто хочу поздравить всех женщин с 8 марта, креатива, здоровья, счастья. Слушайте радио «Маяк» и будьте всегда на пристине. Отличное поздравление. Как зовут вас еще раз? Представьтесь, пожалуйста. Любовь. Любовь, спасибо большое вам за поздравление. Оставайтесь на линии. Подожди, подожди. Мы так просто «Любовь» не отпустим. Не отпустим «Любовь». Любовь, вас с наступающим праздником. Вы же хотели ингредиенты салата тоже назвать. А, да, можно. Да, да. Если сейчас правильно назовете, получите билет в театр. На ревизоры еще вдобавок. Так, ну поехали. Мимоза. Из чего мимоза будем делать? Консервированная рыба. Любая можно. Майонез, сыр и яйцо. Ага. И вот я думаю, что это совсем не классический рецепт. Давайте-ка мы еще поищем что-нибудь. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Любовь, перезванивайте нам, пожалуйста, а свой телефон оставьте нашим звукорежиссером за эфиром. Хорошо? Все, ждем вас еще. Так, ну творческое поздравление принято. Номер один, да? От любви. От любови. Да, хорошее имя. Сразу можно получать. Ну, маленький хотя бы. 62-80-30, телефон нашего прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, звоните, поздравляйте. Профессор джаз у нас сегодня. Да. Да, вы еще услышите не одну музыкальную композицию в исполнении ребят и девчонок. Есть ли традиция отмечать такие праздники, сугубо мужские и сугубо женские, у коллектива профессор джаз? Отмечали ли вы 23 февраля? Будете ли вместе собираться 8 числа? Я, поскольку здесь самый старший. И опытный. И раз улыбались. Нет, у меня много прошло этих праздников. Нет, не делаем этого, потому что обычно музыканты все, они разбредаются по разным праздникам. И мы где-то кто-то... В праздники работаете? Да, конечно, это обычная практика. А вот лучше где-нибудь там, ближе к Новому году, ну так, и находится время, когда какие-то... Тогда можем. Да мы вообще на репетициях там можем чайку попить, там вот. Не нужен повод вам. Да, конечно. И сладенького покушать. Да, да. Кому что, я не знаю. У нас еще есть телефонный звонок в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Это Дмитрий вас постоянно слушает. О, Дмитрий, рад вас слышать. Ну, праздник это преддверие праздника женского, поэтому, вроде бы, мужчины должны поздравлять женщин. Вперед, Дмитрий. Чего же вы ждете? Ну, попробую. Небольшой стихотвор, такой стихотвор, называется, есть. Сочинение в моем ракурсе, если получится. Для всех женщин, как говорится, тебе, тебе любовь моя, тебе дарю подснежник этот. И если б смог, конечно, я, то все святые со всей планеты, тебе принес любовь моя, тебе принес все звезды с неба, и песни птиц, и солнца луч. А получить взамен хотел бы любви твоей хотя бы чуть-чуть. А я вам желаю, чтобы не чуть-чуть, а чтобы много любви вы получили взамен. Так. Ну, а про мимозу, про салат мы услышим сегодня рецепт? Или вы хотите только догамбу? Я хочу на концерт, а салат, ну, скорее, больше женщинам, известно, они же готовят для салата. Хорошо. Принято ваше поздравление. В конце эфира мы решим, кому же достанутся билеты пригласительно на догамбу. Дмитрий, спасибо большое, телефон свой оставьте. Мы с вами прощаемся, а, может быть, не прощаемся, посмотрим. Ну, а сейчас мы бы хотели еще услышать какую-то музыкальную композицию от наших чудесных гостей. Профессор Джаз, сегодня в эфире радио «Маяк Псков». А Василиса, что будет сейчас исполнено? Давайте как-то огласим немножечко. О, это замечательная песня, ее исполняет Эдит Пиаф. «Лавен Рос». Да. «Ро любовь». «Лавен Рос». «Лавен Рос». «Лавен Рос». «Лавен Рос». «Лавен Рос». «Лавен Рос». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Блестяще! Я сейчас закрыл глаза на пару минут и представил себя где-то в Париже, на Марматре, в уличном кафе. Да, Лен, здорово! Очень-очень красиво! Исполняла не Эдит Пиаф, правда, но Дарья. Я старалась. Спасибо, Даша. Прямо аплодисменты, ура-ура-ура. А у нас уже есть телефонный звонок, звук режиссёра мне подсказывает. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, это Дмитрий. Всё-таки состав салата решил вам. Состав салата, Дмитрий, я слушаю. Потому что не ограничено вас. Нет, не гуглил, я с компьютером на вы. Так, ну давайте же. Проверим, насколько вы на вы и с компьютером, и с салатом. Я посоветовался просто с мамой и решил... Классический рецепт нам, вот, пожалуйста, ладно только? Рыба, яйца, морковь, картофель, лук, соль, майонез. А в каких пропорциях будем, Лена, мы мучить Дмитрия? В пропорциях, это там в разных рецептах по-разному. Я просто у мамы сходила. По слоям, вот давайте с рыбы начиная, да? Рыбу сверху кладём или снизу? Вопрос. Так, мама, помогите Дмитрию. Ну, мама, может, нам заняту, в соседней комнате не хочу отвлекать. Ну, ладненько, мы решили, что ради праздника вы нам всё назвали. В принципе, всё правильно, и с рыбы вы начали. Рыбу кладём сначала вниз в тарелочку, а потом уже все остальные слои. Запомните, может быть, жизнь не пригодится. Так что отдаём вам билеты на ревизора, Дмитрий. Подъезжайте, успеете забрать? На ревизорах? Да. Я бы отдал девушке, которая звонила до этого, а я всё-таки попытаюсь на концерт выиграть, блядь. Хорошо, у нас такой обмен выходит в эфире, хорошо. Я такой пищеварный. Рыцарский поступок. Хорошо, Дмитрий. С праздника 8 марта, почему бы не сделать приятное? Тогда билеты на ревизора получает у нас любовь, которая нам позвонила, дозвонилась и про мимозу с нами тоже разговаривала. Мы ей позвоним. Если вы нас слушаете, то уже, в принципе, можете к 6 часам придержать к нам на студию. Отдадим им билеты на ревизора от Дмитрия. Рижский, 71, адрес таксисту скажите. Дмитрий, спасибо большое, услышимся ещё. Услышимся. Продолжаем разговор. Девчонки и мужчины. Откуда всё-таки такое у нас складывается мнение в обществе, что какой-то праздник, это такой, приобретая так раз, что не буду я его праздновать, не хочется мне это всё. Вот откуда это? Боролись, боролись за свои права женщины, а теперь взяли и отказались. Не нужен нам этот праздник, который... У тебя праздник как обычный день. Да нет, никогда таким он не будет. Да? Почему? А чё? Плохой забывается, а хороший остаётся. 8 марта, чё, это же, когда можно напрямую обратиться к любимой женщине какой-то, допустим. А вот я могу вспомнить, могу на этот случай рассказать, как мальчики поздравляли девочек. Как? Трэнс, рассказывайте. В школе или в ВУЗе? В школе? В школе, ну, я ещё в советской школе учился в ВУЗе. Ну, я думаю, сейчас тоже поздравляют. Вот, мы приехали в торговый центр, ничего, всё разобрали, там же ничего не было. Лежат одни зелёные крокодилы. Ну, большие такие пацаны. А что-то они какие-то дешёвые были. В общем, мы их купили на всех. На всех свечёнок. На весь класс. Но с чувством юмора... Нет, а мы не знали, что такой крокодил дарить 8 марта нельзя. Мы пацаны были вообще, ну, не соображали. Просто без подоплёки. Да, вообще просто, да. И поехали, денег на автобус у нас не осталось. Вот, и мы едем с этими крокодилами, всем классом. Ну, парни, да. И сколько у вас было крокодилов? Я, по-моему, 12 крокодилов. Вот. И нас, в общем, забрали в милицию с этими крокодилами, чтобы денег-то не было на билеты. А мы крокодилов не хотели отдавать, и, ну, билетов нам не хватило. И мы с этим крокодилом в милицию заявились. Потрясающая криминальная история от руководителя коллектива. Да, нет, нас автобус, автобус привёз. В общем, такая история. Как только 8 марта, у меня в голове только эта история. Зелёные крокодилы. Зелёные крокодилы на 8 марта. Так девчонки получили всё-таки этих крокодилов? Да, они зашли в классе никого и на каждой партии по крокодилу. Ну, вот такая вот. А не обиделись или нет? А нет, потому что они не думают. Потому что главное внимание мужское, а не подарок. Я тоже вспомнил, что в классе 7 или 8 мы с девчонками тоже пошли в культ товары здесь на Рижском. Раньше они находились. Думаем, думаем, что же такое купить, чтобы и здорово, и весело, и по деньгам, да, уложиться в сумму. Смотрим, а там наборы виниловых пластинок, пионерские песни. В коробке 4 пластинки. Ну, мы искупили всё, что было в магазине. Да, наверное, дефицит сейчас. Так, а вашим девчонкам понравились пластинки? Слушай, ну, об наши головы они их не разбили, значит, понравилось. Ну, на следующий день просыпели такие заболи. Да, странные какие подарки дарят наши мужчины. А всё равно мы рады, правда, девочки? Да. Внимание, да. 62-80-30, телефон нашего прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Сегодня мы разыграли уже билеты на Ревизор, но разыгрываем ещё за творческое, красивое, оригинальное поздравление с 8 марта, и получите вы за это билеты на коллектив Дагамбо, который 8 марта у нас зазвучит в Псковской областной филармонии. Да. Тем временем уже середина часа, и по традиции в это время наша рубрика «Новостная». Я живу во Пскове, и этим горжусь, никого не стесняюсь, ничего не боюсь. Я живу во Пскове, силы духа тут есть, потому что Россия начинается здесь. Новости региона 60. Так, ну вот у нас такая новостная рубрика наша «Новости региона 60». Здесь мы хотели бы с нашими гостями обсудить какие-то новости, которые нас заинтересовали, удивили, рассмешили, огорчили, вот что-то такое. Ну, Валер, начинай. Да, новость праздничная первая. Разумеется, сегодня ГИБДД Пскова с 8 марта поздравлял автолюбительниц. Такую акцию инспекторы проводят ежегодно. Представительницам прекрасного пола, обратившимся в ведомство за различными госуслугами, дарили букеты. Также дарили букеты автолюбительницам, которые просто ехали за рулем. Их останавливали инспектора и вручали букеты. Вот как бы ты отреагировала, Лена? Ты у нас за рулем ездишь. Знаешь, меня совершенно недавно... Испугалась бы ты, что... Предыстория. ...тебя останавливают. Да, я бы испугалась. Меня вообще первый раз в жизни остановили здесь недавно сотрудники ДПС. Ну, в общем, я не очень хорошо припарковалась. Я припарковалась так, на грани пола буквально. Вот, шел дождь. Я ждала, значит, мужа. Он все льет. Подбежает машина с мигалками, все. Я думаю, так, по Николайу уже, короче, поздно. Подходит человек ко мне в форме. Я говорю, здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Говорю, наверное, не так припарковалась. Говорит, ну, вообще-то плохо, да, вы припарковались. Ну, еще с миром меня отпустили, конечно, но это был такой стресс. Я вот думаю, что у всех женщин, которым сегодня тоже цветы дарили, сначала был небольшой такой испуг, а потом, мне кажется, все прекрасно, цветы подарили, отпустили, поздравили. Ну, клево же, нет? Я так думаю, девочки, если бы вас так вот остановили посреди дороги, там куда-то вы мчитесь, из точки А, в точки В, я думаю, сейчас всем водителям вы скажите, пожалуйста, пропустите, женщин вперед. Сейчас пробка. А мы решать не будем. Да, да, они проедут. Ага. Ну, не всегда понятно, кто за рулем иногда бывает, да, кто впереди, это мужчина или женщина, или сзади. Это надо очень всматриваться. Машины все тонированы. Но они же профессионалы, они же полицейские. ДПС, они все видят. И парялись на дорогах. Да, да. Вторая новость, она про главу Пскова. Да, глава Пскова. Главу Пскова не устраивает качество уборки городских улиц. Об этом Елена Полонская заявила нашим коллегам. Она говорит, я вижу, что творится в городе, потому что каждый вечер я хожу домой пешком. И вот тут ее маршрут. Надо сказать, приличный очень. Сначала по Октябрьскому, потом на Рижске, Юбилейная, Кузбасской дивизии и на Владимирскую. Вот человек ходит пешком, да? Здорово. Причем есть и другой маршрут, альтернативный. Альтернативный. И там тоже Елена Полонская гуляет вечером по коммунальному, через четыре угла и на дамбу. Или через дамбу. Ох, любит она гулять, слушай. Да, и уточняет Елена Полонская, что после каждой такой прогулки скидываю фотографии подрядчикам, которые убирают эту территорию. Ну, что, остается позавидовать жителям улиц Коммунальная, Рижская, Октябрьская. Да, или посоветовать Елене Полонской. Погулять по дворам. Походить нашими маршрутами. Да, вот так вот как-то. В гости пускай заходят, тоже неплохо, правда, Валер? А вообще идея хорошая, скидывать фотографии. Это же бы реагировали, мне кажется. А есть группа подрядчиков в социальных сетях, чтобы все могли, граждане, жители города, им отправлять? Идеально было бы. У нас есть такая одна группа, как бы социальная, ВКонтакте, куда все, в принципе, скидывают жители Пскова. Ну, не будем ее называть. А вы много гуляете? Любите романтические прогулки? Я очень много хожу, по 8 километров в день я пытаюсь ходить. Да. А где ты ходишь, где ты гуляешь? Это так грязно же, ну. Чаще всего Рижский проспект, через Оргинский мост, через площадь и на Запскове. Они пересекаются как раз. А, на Запскове. Да, да. Лужи там есть на Троицком мосту? Да. Да? Потрясающе. Да, брызгают пешеходов там. Ну, сегодня хотя бы не брызгайте, пожалуйста. А сегодня и не будет. Сухо сегодня. Сухо сегодня. Ой, хорошо. Сегодня прекрасная погона. Да, мы тоже поздравляем Псковещей с этим солнечным днем, который, ну, правда, уже к закату. Высиял у нас прям предпраздничный. Ну, давай дальше у нас новости животного мира, Валера. Бобры. Бобры. Бобры, добры. В Пскове, в Финском парке, на берегу Псковы, бобры снова загрызли, обгрызли дерево. На это обратила внимание горожанка, гуляя с ребенком в парке. Она разместила снимок в соцсетях, и бобры уже не в первый раз грызут деревья в Финском парке. Надо делать выводы, обращается Псковичка. Какие выводы можно сделать из этой ситуации? Уже очень давно эти животные досаждают, на самом деле, деревья в Финском парке. Я вот не понимаю, то ли на них жалуются, то ли им умиляются, что, как бы, вот, смотрите, есть бобры, но деревья вот грызут нехорошо. Да, и считается, что где бобры, там с экологией все в порядке, на самом деле. Может быть, это и неплохо, что они там есть? Ну, может быть, даже не знаю. Николай, как считаете? Как вы относитесь к бобрам в Финском парке? Я все время присмотрелся, подошел бы поближе. Все-таки бобры насчет деревьев. Бобры добры. Не зря говорят. Следующая новость заключительная. Нет, не заключительная еще. Давай заключительный вот это вот сделаем. Мне очень понравилось, что топиар-фигуры медведя, зайца и лося установят в Сибирском сосновом бару. Вот такие инсталляции, такие, как бы, зеленые, красивые, очень-очень интересно. На сайте госзакупок, проведенного аукционного благоустройства этой зоны отдыха, максимальная цена контракта составляет 2 миллиона 444 тысячи 788 рублей. Вот так вот. Там не только эти фигуры будут устанавливать, но также еще покрытие с плитки, игровой комплекс будет, по-моему, и установят скамейки, урны и озеленят немножечко. Ну, классно, мне кажется, такие-то пиар-фигуры. А озеленят это где, в лесу? Ну, наверное, где-то вот в фахе. В поселке Сосновый Бор, Сибирского района. Но надо быть внимательнее в сумерках, а то спутаешь, что пиар медведя за настоящего медведя, и это чревато в общем. Пиф-паф, ой-ой-ой, 2 миллиона 444 тысячи куда-нибудь. А давайте поговорим о новостях от коллектива «Профессор Джаз». Мы уже обсуждали их немножко за эфиром. Как я понимаю, у вас жизнь пьет ключом, и хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о творческом объединении «Феникс», куда вы сейчас приглашаете детей музыкальных. Да, вот это вот очень важная новость, которую мы хотели бы здесь о ней рассказать. Дело в том, что преподаватели, которые сейчас работают в Печорском паломническом центре, ну, в общем, мы учим детей играть эстраду. Эстраду в основном петь, играть, ритм обучаем. Вот уже несколько концертов. В Печорах, да? Да, именно в Печорах, да. И вот мы в Пскове набираем детей, ну, уже играющих. Вот филиал как бы такой открывается, да? Да, да, да. И под покровительством монастыря, вот, это, вообще очень много всяких вот мест, где дети могут поиграть. Там организационно всё это улажено. Теперь мы просто разыскиваем их, этих детей. И вот эти преподаватели, они здесь сидят, трое из них. Василиса, Николай и Игорь. Так, так. Да. И вот мы ездим туда, и там прекрасные дети просто. Очень способные играть. Ну, вот в Пскове что откроется? Сколько детей можете взять? А в Пскове мы будем искать детей, которые в основном, конечно, поют. Какого возраста? Желательно, начиная от 13 лет. Ну, таких уже 18 лет, наверное, уже не стоит, потому что они или уезжают куда-то, или поступают, или вообще это студенческая жизнь. А вот дети, которые такого возраста, подросткового, они прекрасно в это дело вписываются. И главное, что не родители должны хотеть, а сами дети. А малышню? Ну, мы не, нет, мы не в этом дело, просто мы не охватим просто, не охватим. Наша задача, вот мы сейчас готовим концерт, там, на 9-е, на Пасху, то есть там, ну, это песни обычные, песни такие, как и везде, на 9-е мая, например, военные песни. Ну, вы будете вот работать с вокалом, с голосом, да? Да, то есть дети от индивидуальных, да, и это тоже есть. Ну, в основном мы сразу, как бы, с места в карьер, сразу ставим их инструментом и... То есть они и на инструментах будут играть, или петь только? Нет, у нас нет фонограммы. Все играют там, сейчас все играют. У нас уже в Печорок дети уже играют. На каких инструментах? На разных, вот в ансамбле, бас-гитара, барабаны, притом не один, а там уже два состава образуются потихоньку, то есть из этих. То есть они потихоньку идут своим темпом обучения, и прекрасные, то есть они все очень способны. Николай, а что сами дети хотят петь в этих эстрадных коллективах? Ну, как обычно, они свою песню поют, молодежную, то есть я спрашиваю, там, вы знаете, Макаревич, нет, никогда не слышали, там, ну, что там, 15 лет. Зато на слуху что-нибудь другое, наверное. Да, 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 то есть они, конечно, хотят играть то, что им сейчас недоступно. То есть, ну, вот, а мы, как преподаватели, должны немножко направить энергию детскую так, чтобы они заиграли, потому что с ритмом вообще трудно, трудно. Это кажется, что просто на самом деле ритм удержать ребенку никогда не... Это дано или это можно приобрести, стараться? Есть и данные тоже, есть и поцелованные дети, то есть это есть, это как и всегда. Как стать участником творческого объединения «Феникс»? Что сделать, куда обратиться? Ну, у нас есть ВКонтакте своя группа, ну, вот, творческое объединение «Феникс», оно ВКонтакте есть. Можно найти через вашу группу «Профессор Джастер». Можно и там, там телефон, например, мой личный, то есть вот мы... В основном, конечно, если дети уже хорошо поют, вот голос, да, он, в принципе, это уже способный ребенок, с которым можно уже дальше идти. Будет какой-то отбор или будете всех пока брать? Нет, в Пскове мы будем делать отбор, потому что нам не хватит, то есть мы не сможем свое время распределить на совсем неумелых детей пока. И им нужно, скорее всего, просто в музыкальную школу там идти. Понятно. За короткий промежуток времени надо будет составить программу с ними, и чтобы они уже конкретно участвовали в мероприятиях. То есть у них должны быть какие-то там пять, там шесть песен. Ясно. Ну вот Игорь Милехин подключился у нас тоже. Да, не знаю, слышно ли его нашим радиослушателям. Быть может быть, эти ребята через десять лет станут такими популярными, что их пригласят на Евровидение. Вау, да. А вы пригласите Феникс сюда? Сюда. Можем пригласить, да, конечно. А давайте мы что-нибудь выучим и к вам придем, и тогда еще лучше будет. Неплохо договорились. Вот у нас такое музыкальное сотрудничество. Да, а я не зря заговорил про Евровидение, потому что на этой неделе новость облетела новостные ленты о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении. Пока под секретом та песня, которую они исполнят. Валера, как ты считаешь, есть шанс у Little Big? Безусловно. Мне кажется, они вот идеально просто вписываются в канул современного Евровидения, да? Да, у них есть все для этого, чтобы одержать победу. А у нас есть неожиданный сюрприз для наших радиослушателей. Наша рубрика «Сейчас спою». Сейчас спою. Субтитры делал DimaTorzok 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 Банана, 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 банана. Ура! Браво! Спасибо, вот такой музыкальный сюрприз. Нам понравилась. Классная камера. А вам, дорогие радиослушатели, понравилось? Звоните. Часто ли вы исполняете Little Big по заявкам, так сказать? Сегодня первый раз. О, с дебютом. Теперь у вас в вашем, так сказать, ассортименте... Репертуаре. Репертуаре, да. Забыл это слово. Появилась еще одна единица. Даже подпевала немножко. А вы знаете вообще, чему посвящена эта песня? О чем она? Гоубанам. Бананы там, я что-то... Бананы. Ну, такое там что-то сумасбродное немножко, правда? В общем, песня, призывающая к сумасшествию, да, для тех, у кого с кукушкой в голове не все в порядке. В общем, к безумию. Ну, к веселью какому-то, понимаешь, да. Надеемся в хорошем ключе. Клип об этом говорит, если вы видели клип, там происходят разные вещи. Перевоплощение. О, да. Ну, такая, в общем, эпатажная группа. Профессор Джаз у нас не настолько эпатажен, но очень приятная тоже. Благодарим их еще раз за присутствие в нашем сегодняшнем эфире. Приглашаем, приглашаем радиослушателей. Подключайтесь. 62-80-30. Звоните нам. Творческие поздравления принимаются. Отдадим вам билеты за них на Дагамбу. Все-таки хочется как-то уже порадовать кого-нибудь, правда? 62-80-30. Когда можно увидеть профессора Джаз на сцене в ближайшее время? Запланировано что-то у вас? Ну, мы сейчас планируем, конечно, но не будем говорить. У нас сейчас... Мы подготовили французскую программу, но не знаю, честно говоря, когда мы сможем показать. Нам надо ее немножко обкатать. У нас теперь... В связи с одним событием, нас пригласили в одно место поиграть. Сколько загадок вообще. Да, тайны. Ну, нет, я не знаю, может, реклама, не реклама. В Пушкиногорье мы поедем 14 марта, там будет бал, и мы будем на Дневном Париже, такой у них бал, мы будем французскую программу играть. Вот это наше новое, что у нас появилось в репертуаре. А на скольких языках вы вообще поете? А мы сегодня как раз и подобрали. На испанском, на французском, на португальском, на русском, будем считать, не будем. Не знаю, еще на каком. А все. На русском. Да, на испанском. Точно будем сегодня еще, наверное, сыграем. А как вы вообще выбираете репертуар, песни, композиции? Что вы поете? Что вам нравится? Что к сердцу ближе? Или что музыкально как-то сложно исполнить? Честно говоря, вот у нас такой разношерстный коллектив, есть более пожилые люди, но они сегодня не смогли. А вот Сергей Иванович Попов и Владимир Петрович Горобец – это лучшие вообще музыканты в Пскове. Вот я имею в виду в джазе, если брать. Ну, их много, конечно, но я просто говорю, что… И, конечно, нужно отдавать предпочтение тем вещам, которые, ну, в общем, такие классические, которые вообще, ну, в душе. То есть, а современное, может быть, уже возраст такой, но как-то не очень примагничивается. А современные девушки, молодые все-таки такие, что современное слушаете, эстрадное? Или как-то ничего не нравится? Да есть вещи. Даша, что в плеере? Ой, много всего. Little Week, бананы. Не, вот как раз-таки их я как-то не слушаю. Их смотреть надо, а не слушать. Ну, там, да. Да много всего. Наверное, под настроение-то зависит. Это как-то вот, не знаю, отдельный мир какой-то. Включаешь наушники? Ну, хорошо, давай тогда поговорим о какой-то планке такой, которая держит или не держит современная эстрада. Вот тебе нравится то, что сейчас показывают по телевидению, да, на музыкальных каналах, то, что сейчас на сцене, на большой сцене выступают от артистов. Как ты оцениваешь это? Или тебе несколько какое-то другое совершенно направление интересно? Все-таки, мне кажется, джаз, он как-то такой более элегантный, интеллигентный, классический. Он больше свободы-то у него. Да? Больше импровизации. Даже больше, чем у Little Big. Ну, здесь-то, видите, барабанная структура, там же это электронная команда. Да, а джазмен, он ведь, когда играет, ему никто ничего не говорит, какую партию там надо играть, он же сам играет. Все отдушитель, да? Да, а в оркестре там уже сам не поиграешь, сразу выкинут. Да, да, там партия. А джазмен, он больше свободный человек, он такой и в жизни. Это дается или приобретается, или вот это просто должно быть в человеке, чтобы он джазом мог заниматься? Для джаза надо созреть, по-моему, да, есть такая фраза, потому что человек проходит взрослее, много степеней, да, там, слушает он и рок, и хард-рок, да, и блюз, но в конце он слушает джаз, доходит до него, созревает. А вот в конце это уже все пик развития человека, или вот как-то? Да, нет, 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 просто, видите, музыкант создает своим языком музыкальным, да, изображая звуки, тоже язык, там фразы, свои слова. Это свое самовыражение, и люди, даже, которые не, ну, скажем, не знакомы с нотной грамотой, не знакомы с системой музыкальной, они все равно их примагничивают, это вот образы, которые создаются музыкой. Собственно говоря, если мы слушаем Чайковскую, там, Скрябина или таких других, того же Глиера, там, какие рисунки они создают, а весь образ создаются, и у джаза то же самое. В нашей команде обычно Вася, конечно, больше у нас джазовая такая. Ну, да, зарубежная эстра, да. Ну, да, 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 у меня больше что-то русское, что-то романс. А давайте-ка мы романс послушаем в исполнении Даши, она репетировала, так здорово было, конечно, да? Что за романс-то будет сейчас? А, напоследок я скажу. Ну, мы еще не напоследок, мы еще можем пригласить наших радиослушателей, у нас есть несколько минуток послушать ваше поздравление с 8 марта, да вообще просто пообщаться с нами, 62, 80, 30. Ждем ваших звонков, покажется. Живая музыка. А, напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил, погибели не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так не умело. Работу малую висок еще вершит, но упали руки. И стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А, напоследок я скажу. А, напоследок я скажу прощай. Безумство. А, напоследок я скажу. Заворожила. Даша, молодец. Такие вот у нас люди во вскоре. Не только джаз, но и романс. Ой, вы вообще красавцы просто. А у нас... Но вы же еще успеете сыграть на мою композицию, да? У нас тем временем есть звонок. У нас все петли про любую. Звонок, есть телефон. И Лена. Добрый вечер. Человек хочет билет. В эфире вы. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Сергей, ваш постоянный слушатель. Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, гости из студии. Романс был бесподобный, скажу. Мне вообще нравится вокал. И очень, кстати, сейчас роман все практически не поют. Но это исполнение было прекрасно. Ой, Даша расцвела. Спасибо. Да, я... Нет, голос просто классный. Я хочу поздравить всех слушательниц, всех гостей студии. Девушки, вас поздравить. С праздником весны, с 8 марта. Не надо отказываться, что это праздник. И праздником просто принимайте поздравления от мужчин. Оставайтесь красивыми и радуйтесь всегда нас. Расцветайте, как весенние цветы. Потому что сейчас серость такая. Хочется красоты какой-то, тепла вот этого. А девушки поднимают настроение и тоже цвета красивые. Ой, спасибо. Спасибо большое, Сергей. Принято ваше поздравление. Рады мы, что вы сегодня с нами, сегодня этим вечером. Ну что ж, мы не прощаемся с вами, наверное, да. Звоните нам, уважаемые радиослушатели, еще 62-80-30. Еще немножко времени у нас есть. Может быть, мы зачитаем поздравления. Поздравления мы зачитаем. Поздравления, не поздравления, а комментарии. Комментарии. После рекламы и паузы давай. Хотим сразу же после рекламы обратиться к нашему радиослушателю Сергею, который только что был в эфире. Вы, пожалуйста, дозвоните к нам еще раз в студию и оставьте свой номер телефона нашим звукорежиссерам. Все-таки к комментариям хочу перейти я немножко, Валера. Пишет нам Виталий. Интересно, а 8 марта все женские обязанности будут лежать на мужиках? Кто такой подарок дарит? Или букетиком и шампунем вся забота и внимание ограничивается? А-а-а. Вот спрашивают, подковыривают нас, понимаете? Какие женские обязанности, Даша, вы бы переложили на мужские плечи не только 8 марта, но уже, может быть, в любой день? Готовить ли умеет муж? Умеет. Истирать, убирать. Гладить. Мыть посуду. Мыть посуду, да, все-таки. Ненавистанное, да? Не женское это дело. Мыть посуду, как в рекламе. Валера, ты с удовольствием мыешь посуду? Да, это заставляет отвлечься от всяких мыслей дурацких. Так, а что еще ты делаешь с удовольствием? Мусор выносишь? Мусор, мусор запросто, по дороге же все равно. Так, по пути. По пути. Идеальный муж Валерий Гусев. Спасибо, за комплименты, да. Надеюсь, женатова слушает тебя. В магазин люблю ходить. Так. За покупками. Все в дом, все в дом. Шопинг. Да, что еще переложим на плечи таких, как Валера, ответственных? На готовку. Приготовление печи. Можно на меня переложить отдых еще. Да, мужчины замечательно готовят мясо. Это всегда так. Мне так кажется. Ну, в общем, надеемся, Виталий нас послушал, на ус тоже намотал. Что-нибудь тоже по дому сегодня сделает. И будет жарить сегодня. Мясо обязательно. И мусор выносить, и посуду мыть. И жене его... Да можно все переложить. У нас осталось немножечко времени для музыкальной композиции. Наверное, последней. Успеем? Успеем. Давайте слушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok